Четырехлетняя девочка пропала в Дзержинске. Ее мать поссорилась с сожителем в парке, ушла. Сожитель стал выпивать прямо в этом парке. Дело было на день города. В полночь девочка стала плакать. И сожитель то ли отдал ее случайному прохожему, то ли это прохожий сам ребенка забрал. Ну просто украли ребенка, получается, похитили. Мужчина с ребенком побежал к машине на руках. Вот, и все, вскрылись. Ну в сторону Ленинга и Дара уехали. Просто если бы мы знали, что это его ребенок, мы бы ему хотя бы сказали. Ну да. Вот, а так это неизвестно просто было. Ну он выпил маленечко, да. То есть он день города все-таки перегулял, так сказать, перепил. Вот. Маленечко у него рассудок затуманился. И получается, ну так произошло просто у него. Девочке четыре года. Гуляли они с мамой и с мужчиной, к которому они приехали. Потому что это временные переселенцы из Донецка. И мужчина пригласил их пожить, как бы предоставил жилье. По нашим данным, якобы, рядом с девочкой сидел не очень трезвый мужчина. Девочка ваша говорит, не знаю, забирай, тебе нужна и забирай. Вот примерно так было. Девочка сказала, что хочет есть и спать. Он забрал ее к себе. А тот мужчина взял ее на руки, то есть девочку эту. И, соответственно, я вообще думал, что это его девочка, ребенок. Вот. То есть не было никаких подозрений даже по этому поводу. Потом, соответственно, да, конечно же, он заметил, когда пропажу, он начал искать, ругаться. Мы до утра уговаривали маму разместить ориентировки. Она долго не соглашалась. Но 8 часов буквально через 20 минут после публикации ориентировки нашел тот самый главный человек, который ее забрал. Позвонил и, собственно, отправили в полицию. Там они встретились. Гуляли мы на концерте. После концерта мы с сожителем потерялись. И сожитель ее потерял. Но он говорит, что ее потерял. Никому ее не отдавал. В милиции сказали, что он ее отдал. Как будто бы. Мне кажется, он просто был пьян и не понимал, что с ним ребенок. Мне так кажется. Все хорошо, что они пришли, он ее покормил. И она посмотрела мультики и легла спать. Она еще гуляла с детьми. У него там вроде трое детей. И жена там, по-моему, что-то такое. Вы на парня-то не в обиде? Ну, так. В обиде, конечно. Но уезжать буду в течение недели домой, да и все. Кстати, кто и какой ответственности будет привлечен, за все это неясно. Следственный комитет проводит проверку. Степень виновности участвующих во всей этой истории пока устанавливается.